Приветствую, други! Всех рад сегодня очень видеть, и могу вам сказать просто страшное, это не кликбейтный заголовок. В очередной раз произношу я эту волшебную фразу заклинаний. Меня сегодня реально напугала подводная лодка. Как вы знаете, не так давно их выводили из рандома игры World of Warships на переделку. Их переделали. Я вам скажу, господа мои дорогие, если раньше, до переделки, я об этом уже не раз говорил, для меня подводные лодки, хотя многие на них жаловались, говорили, вот, полный отстой, играть не дают. Да, действительно, были некоторые папки, которые на лодках соточку набивали за бой. И я чувствую, что попадать против такого было достаточно опасно. Но если, вот, повторяясь, для меня раньше, до перепила подводные лодки были, ну, некой забавной фигнёй, которая мне особо не мешала, если начинала мешать, я просто топил и всё, то сейчас я вам показываю бой, в котором мне подводная лодка реально его просто сломала, я от неё убегал. И при этом я не получил от неё торпеды ни разу. Она выгнала меня с фланга просто гидроакустическим импульсом. Ну, что я могу сказать? Сотрудники компании World of Warships проделали большую работу, они очень хотят, чтобы лодки заняли на постоянку место в рандоме World of Warships, не просто в рандоме, но ещё и, скорее всего, на каких-то киберспортивных мероприятиях, и вы знаете, они к этому близки. Ещё раз говорю, если раньше я к ним относился вот так вот, махни рукой, то сейчас могу признаться честно. Я вам показываю один бой, он был не один, где лодка мне просто об колено сломала весь мой рисунок боя, всю мою тактику. В общем, попёрся я на бисмарке на фланг. Примерно прикинул, очень много по списку было у противника эсминцев, было достаточно подводных лодок. Но на моём фланге я обнаружил два эсминца, причём один из которых с этого фланга уже уходил. Где-то вдали маячил вражеский бисмарк, с которым я вполне с удовольствием бы схватился. Но в дымах показался эсминец Гёде, который разрядил по мне торпедные аппараты и промахнулся. И я, в принципе, на линкоре бисмарк, на котором я люблю и умею играть, который у меня раскачан в противоминный калибр, у которого есть гидроакустический поиск, я даже наплевав на их бисмарк вражеский, который, в принципе, катался издалека, по мне постреливал, и ничего мне такого страшного особо не делал, что я мог бы ворваться на одинокий, скучающий эсминец в дымах и показать ему страшное. Но! Меня заставило бросить этот фланг и развернуться. Даже не торпеда от подвода до лодки, друзья мои. Просто по мне пошли вот эти вот акустические импульсы, и я понял, что ловить мне на этом фланге нечего. Пришлось разворачиваться и оттуда валить. Один из моих сокомандников на линкоре Канзас, вы знаете, Канзас обладает крайне высокой, в кавычках, скоростью, почему-то, видимо, плохо прочитал ситуацию на миникарте, он пошел на этот фланг, подводная лодка просто на него спикировала, как истребитель, забрала его в упор, уничтожила наглухо. Мне приходилось отступать, один раз даже я ее задел. Видите, я на линкоре. У многих кораблей есть возможность атаковать вражескую подводную лодку дистанционно, то есть выслать самолетики на разные расстояния у разных кораблей, они летают, и забросить глубинные бомбы. Один раз мне удалось ее даже зацепить. Но другие корабли, у которых такой возможности нет, которые сбрасывают глубинные бомбы непосредственно рядом с собой, были попытки в этом бою наших эсминцев, вот этого матерого подводного аса, уничтожить. Все они закончились ничем. Дело все в том, что, помимо его достаточно грамотных личных действий, его очень неплохо прикрывал немецкий легкий крейсер Майнс. Я, к сожалению, после игры не то, что не успел, забыл поставить лайки этим ребятам. И тот, который гнал меня, как волкан и меховую фабрику, на своей подводной лодке при помощи просто соник импульсов, и Майнса, который очень грамотно пользовался островами, рельефом, сопровождал эту лодку. В итоге он меня в конце боя и дострелил, когда от нашей команды уже остались рожки до ножки. Вот этим ребятам огромнейший респект. Я бы хотел, дорогие друзья, дорогие зрители, услышать ваше мнение, насколько изменилось ваше взаимодействие в игре сейчас с вражескими подводными лодками. Ну и, естественно, если вы сами на подводной лодке играете, потому что в рандоме, я их вижу регулярно, класс популярный. На них играют, они присутствуют практически в каждом бою. Так вот, други, что вы думаете? Если опять, как в случае с прошлым видео, где у нас было такое достаточно обширное обсуждение, касаемо системы угнетения, если по подводным лодкам вы выскажите свои хотелки, свои чаяния, свои мнения, я обязательно потом это все скомпилирую, и мы еще эту тему обсудим. Но вот обратите внимание на тот бой, в котором я участвую. Бисмарк, который мог бы, если бы не было вот этой подводной лодки, которая просто троллила меня гидроакустическими импульсами, если бы ее бы не было, может быть, я бы погиб на торпедах Гёде, может быть, я словил бы какой-то удачный шот в бочину от Бисмарка, но уж поверьте мне, с моим опытом игры, если бы без этих акустических импульсов, которые меня напугали, и просто с саной метлой оттуда выгнали, я бы дал бы им на этом фланге просраться. К тому же выжил бы Канзас, а может быть, там у нас пытались, эсминцы пытались наши неоднократно атаковать данную подводную лодку, но вот ее как раз хорошо прикрывала Майнс. В итоге я ее все-таки просто застрелил. Вот мне она настолько достала, когда она на краткий миг появилась на поверхности, я просто сжахнул по ней главным калибром и ее уничтожил. Но, во-первых, она могла этого не делать, ее действительно атаковали, и там подводнику приходилось не сладко. Но, опять же, обращаю внимание на тот факт, что подводная лодка просто своим присутствием, которое она обозначала вот этими Соник импульсами, выгнала с фланга линкор, ну, до перепила подводных лодок я такой фигни, как говорится, за ними не помню. Так что, друзья, хотелось бы еще раз, говорю, узнать ваше мнение. Посмотрите это видео внимательно, укажите мне на мои ошибки, и выскажите свое мнение, насколько изменились подводные лодки. Я сейчас не буду зачитывать все эти патч-ноуты, там огромные простыни были написаны о том, как им поменяли торпеды, как им поменяли живучесть и прочее, прочее, прочее. Но мне показалось, что, еще раз повторяю, ВГшники выполнили свою задачу успешно, подводные лодки заиграли. И я сужу не по одному бою. Это просто вот один такой прям знаковый, который я для вас разместил. Еще такой момент. Не забывайте, эти подводные лодки еще будут допиливаться и нерфить их. Я не уверен, что будут. Так что, скорее всего, мы их увидим еще и в разных режимах игры, например, в клановых боях. Так что, ваше мнение, что будет дальше с игрой? Потому что, если подводные лодки по эффективности догонят хотя бы до среднего эсминца, потому что, если раньше на них могли нагибать, но очень опытные и мотивированные игроки, если это все подгонят под, скажем так, не хочу никого обидеть, ну, среднего по статистике игрока, и лодка станет в его руках играбельна, как, например, играбелен среднестатистический торпедный эсминец. Как говорил Папандополо, мы таки накануне грандиозного шухера. В общем, ваши комменты, друзья, уже 15 раз, наверное, говорю, потому что, видимо, очень хочу их услышать. Все, жду, буду читать, на все не отвечу, но буду обязательно себе выписывать, комплировать, да и разработчики их тоже обязательно увидят. Всем спасибо за просмотр, всем пока, всех с наступающим праздником, великой победы!